По инициативе главы республики Мордовия ввела льготные условия по ипотеке три года назад. Эффективность действующих механизмов господдержки налицо. Удалось стабилизировать положение в строительной отрасли плюс возрос спрос на жилье. Все это способствует выполнению поставленной президентом задачи увеличения объемов жилищного строительства. Речь идет в первую очередь о возведении жилья для молодых семей и других социально-ориентированных проектах. В Саранске ставка делается не на уплотнение существующей состройки, а на комплексное освоение освободившихся площадок. Новые потечные кварталы появляются во всех частях города. Крупный объект общей площадью более 50 тысяч квадратных метров вырастет скоро и на улице Васенко. Здесь ведется строительство 13 объектов общей площадью 52 тысяч квадратных метров. На данный момент уже введены три объекта. В этом году планируется завершение всего в общей сложности 11 объектов. И в начале 2020 года достройка еще двух жилых домов. То есть этим кварталом полноценно собственники смогут воспользоваться уже к середине следующего года. По словам представителей Мордовской ипотечной корпорации, в следующем году вместо стройплощадки здесь появится двор закрытого типа со всей необходимой инфраструктурой. Новоселам придется по душе техническая начинка домов. Их ждут блочные индивидуальные теплопункты, счетчики с дистанционной передачей данных, а еще здесь впервые появятся умные домофоны. С каждым годом растет и качество строительных работ. Теперь дома проектируются с утепленными фасадами, что полностью исключает промерзание и холод в квартире. По такому типу теперь возводится малоэтажный жилой комплекс «Восточный» рядом с Луховкой. «Восточный жилой комплекс очень растянут во времени, в связи с тем, что объектов много, порядка 60. Половина уже построена, вторая половина планируем в ближайшие 4-5 лет завершить по мере спроса». Планировки квартир самые востребованные, инфраструктура рядом. Продолжается застройка жилого массива «Юбилейный». К финалу близится строительство последнего дома в пятом микрорайоне. Ведутся отделочные работы и благоустройство придомовых территорий. Остальные объекты сданы. Ипотечная корпорация завершает разработку четвертого микрорайона. На территории планируется строительство 11 объектов. «Они в основной своей массе уже запроектированы. На некоторые из них уже получено заключение госэкспертизы. И в ближайшем будущем начнем строительство именно с них, с объектов жилья. Ну, также, насколько мне известно, власти городские уже тоже проектируют и скоро приступят к строительству детского сада и школы в этом микрорайоне. То есть, в принципе, микрорайон без инфраструктуры не останется». Эксперимент Мордовии по введению льготной ипотеки под 5% годовых по праву можно назвать успешным. Опыт Мордовии был использован и для организации льготной ипотеки на федеральном уровне. Елена Сергеева, Денис Ноздрюхин, Народные новости.